вот давайте так у ребенка не получается решить задачку мы настроены на что на результат нам нужно решение задачи и нам некогда и мы говорим да ты вот реши и пишем ему объясняем как объясняем и готова или по литературе сочинение пишем за него какую-то поделку за него делаем если это по труду нужно там понимаете пуговку пришиваем сами никогда нам ему объяснять знаете я как-то в детстве не могла решить задачку а к нам пришел дядя мой какая задачка на тебе в раз ее решу и решил а на следующий день контрольная работа и я села так вот теперь скажите что важнее результат решенная задачка или научить ребенка учиться но конечно научить учиться у меня отец сделал это великолепно когда я приходила к нему с задачками он говорил а в чем условия то есть условия не я не понимаю что тут такое какие-то поезда куда так двигаются я ему столько раз объясняла потом я уже брала предмет и говорила ну вот вот один поезд здесь второй поезд вот здесь они навстречу двигаются друг другу я знаю как решить задачку то есть он меня учил учиться я уже брала предметы там и так далее какие-то чтобы мне помочь кстати это мне помогло и преподавательской деятельности у меня ребенок не мог дробь поднять что такое пополам одна вторая я ему взяла всем дала все конфеты он говорил что это больше чем целая одна вторая это же две конфеты это одна еще две и никак не могла ему объяснить всем раздала конфеты ему дала половина одну вторую моментально просим в чем тут дело хорошо учим учиться вот монтесори есть принцип помоги мне это сделать самому вот вложить это себе в голову а в нашей школе вот в старой например я тебе разжую и в рот положу а сейчас и этого нет разжую и в рот положу к сожалению вот а теперь так научили учиться но при этом какой-то тупой как ты меня достал но никогда тебе не быть великий математиком еще ярлыки навешайте вот то есть что важнее контакт с ребенком или научить учиться то есть учитесь но учите его учиться нервничаете что важнее ну конечно контакт если контакт сохранен вы столько много неприятностей может от можете избавиться ну например помните рассказывала вебинаре когда девочка прыщик вскочил на носу и она уже купила таблетки чтобы напиться и покончить жизнь самоубийством суицид почему родителям то не сказала сказала хорошо вот я попалась на встречу или мальчишка один решил выпрыгнуть с третьего этажа мальчишкам пообещал хорошо он сказал родителям рассказал был контакт с ребенком и он рассказал мама что будет если спрыгнуть с третьего этажа понимаете то есть или дадут там изгой может ребенок стать могут на деньги посадить все что угодно вам нужно быть другом чтобы знать знать что происходит в классе или мальчишка приходит сирота класс и он решает завести дружбу начинают одного парня избивать я тебя избиваю пока ты со мной дружить не будешь будешь дружить перестану избивать мальчишка с ним дружит и таким образом весь класс дружит уже остается только один парень и они его уже все бьют тоже такой вариант может быть вам нужно быть в курсе событий дело в том что наша школа это школа жизни начинается